Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Задачи развития региона в цифровой сфере обсудили в точке кипения. Валерий Седов расскажет. Зеленая зона Агропром Соколовка. Временно исполняющий обязанности губернатора приостановил продажу территории. Зачем сохранять лес, разъяснят экологи. Июль уходит с прохладцей. Погода на выходные от рязанского синоптика Дарьи Ромашкина. 28 июля на площадке точки кипения состоялся брифинг, посвященный вопросам цифровизации Рязанской области. Цель брифинга – ответить на вопрос, каковы ключевые задачи развития региона в цифровой сфере и как органы власти планируют эти задачи решить. Внедрение цифровых решений не должно менять привычный уклад. Если новинка не облегчает процесс, а только усложняет, то тогда это не инструмент. Такой мыслью начал брифинг по цифровизации региона министр цифрового развития информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов. Основная задача любой информационной системы, которая направлена на, так скажем, оцифровку и упорядочение работы каких-либо направлений, будь то медицина, образование, культура, это, в общем-то, мало того, что облегчить труд, допустим, самих работников этой сферы, сделать его более оптимальным, это еще и задача получения более качественных, быстрых услуг жителями региона. Минцифры работают сразу по нескольким основным направлениям. Первое – развитие системы связи. По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в отдаленные районы, где живут больше ста человек, поставят вышки сотовой связи, подключат к интернету социально значимые объекты. Работа началась. В этом году планируют запустить 11 вышек. Другое важное направление – цифровизация госуправления. Тут приоритет – перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг. Например, та же запись к врачу, которую сейчас не так-то просто сделать. Мы как раз в рамках модернизации медицинской информсистемы региональной сделаем, чтобы более простой был интерфейс, чтобы это было действительно более легче, без даже дозвона по телефону. И на самом деле даже в перспективе, уже в начале следующего года сделаем, что без даже портала госуслуг, через другую информсистему, через мобильное приложение, каждый житель сможет очень легко записаться или вызвать врача на дом. Отрабатываться будет с помощью информсистемы, конечно же. Эта информсистема даст простой механизм для самих медицинских учреждений тоже с этим работать. А дальше нужно работать с нашим региональным Минздравом и с самими медицинскими учреждениями, чтобы у них и персонал был подготовлен к этому. Однако одна из самых ожидаемых новинок – так называемая карта жителя. По сути, привычная пластиковая карточка МИР, в которую встроен QR-код. Возможностей у нее масса – от оплаты проезда до бонусов при посещении тех же театров и музеев. Это может быть в том числе, например, просто банально ключом через турникет. Все это легко туда прописывается. То есть это в принципе может содержать некоторые данные по студентам, если это в вузах. И, кстати, есть уже вузы, которые это реализуют. То есть это своего рода такой наполнитель любым сервисам, любыми услугами, которые сегодня будут реализовываться. Ну и, естественно, это система бонусов от крупных, например, торговых сетей области. Карта жителя уже работает в 25 регионах страны. Нужно только определиться с нюансами, которые подходят региону. Андрей Ульянов добавил, что хоть сейчас Рязань находится только у истоков многих направлений, у региона есть возможность собрать воедино опыт коллег и показать комплексно. А уже в следующем году пройдет более масштабная конференция совместно с Минцифрой РФ. Она станет еще одной опорной точкой по цифровизации региона. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Об этой лесополосе между южным и восточным промузлами рязанцы и не задумывались, пока над ней ненависла угроза. 17 гектаров леса в районе агропрома выставлены на торги. Местные жители забили тревогу. Дошло до временно исполняющего обязанности губернатора, который торги приостановил. Как сложится судьба этого участка далее, пока не ясно. Разберемся, чем так важен этот кусочек леса на окраине города. Об этом лесном массиве не знает широкая общественность. Раньше здесь располагалась воинская часть. О ней напоминают зияющие окна полуразрушенных построек, да кое-где встречающаяся колючая проволока, спрятанные под сенью лип, дубов, берез, среди богатого покрова разнотравия. Широколиственный лес вырос здесь сам и стал естественным мощным щитом между двумя крупнейшими промышленными зонами. Этот лес буквально спасает горожан. И мы здесь говорим о санитарном, эпидемиологическом благополучии, экологической безопасности. То есть это не какие-то там шутки, игры, это здоровье населения. И когда мы слышим даже в том же посту Рио-губернатора, что у нас смертность детская в два раза возросла, она в принципе и так была на первом месте по онкологическим заболеваниям, то попытки продать или вырубить или что-то еще сделать с этим вот зеленой зоной, которая находится в эпицентре выбросов, это между разделом восточного и южного промозла, ну я не знаю, это какое-то безумство. Невидимая с дороги, спрятанная за трубопроводами, гаражами и постройками, зеленая зона довольно крупная. Этот лес вырос сам и он защищает город от южного как раз и восточного промозла. Здесь вот ребята насчитали больше 1600 дубов, липы, березы вот такие огромные. И как мы видим, люди уже отдыхают, сами поставили лавочки здесь. Мы в свое время организовывали сюда прям экспедиции со школьниками и собирали желуди. Тут слой прям этих желудей, набирали мешки, потом сажали дубки. Поэтому местные жители изобили тревогу, узнав о том, что территория продается. Что будет с лесом, когда он перейдет из муниципальной собственности в частные руки, неизвестно. Но помешать вырубить лес на частной территории никто не запретит. Узнав о спорной ситуации из сообщений в социальных сетях, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков пообещал разобраться в вопросе. Вчера увидел в интернете информацию о возмущении жителей по поводу продажи земель на участок 17 гектаров в поселке Агропром в Рязани. Насколько я знаю, достаточно старая история. Не один год ей уже не первый раз этот участок на торги выставляется. В прошлый раз никто на покупку торги найти не вышел. Но в любом случае, если люди волнуются, надо разбираться. Татьяна Николаевна разговаривала, Елена Борисовна с вами тоже разговаривали. Прошу город пока торги эти приостановить. Вместе разберемся, что именно там продается. Что там с лесами, какие постройки есть на территории участка, какие варианты использования. Спустя неделю после этого заявления на заседании правительства 13 июля Павел Малков отправился осматривать зеленую зону. На месте временно исполняющей обязанности губернатор обсудил с жителями, экологами и активистами дальнейшую судьбу территории и перспективы ее развития с учетом состояния существующих строений, задач по обеспечению экологической безопасности. По словам Малкова, участок в Агропроме может стать первой заброшенной территорией, которая обретет новую жизнь. Я увидел интересную зеленую зону, богатый мир, деревья, растения. Мне немного рассказали специалисты. На самом деле я даже не думаю, что настолько далеко наше разнообразие зеленую зону представлено казалось на простой городской площадке. Я увидел лес, который, безусловно, сократился в этой помощи зоны. Здесь нет и куда меньше. Но по-прежнему остаются вопросы, а также все это все равно, все это территория. Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал оставить зеленый щит Агропрома в неприкосновенности. Первое поручение после осмотра – проанализировать состояние разрушенных построек на территории и решить, как с ними быть, сохранив при этом насаждение. Любая зеленая территория, она сейчас является приоритетной даже не в целях каких-то там прогулок или отдыхов, а экологической безопасности. Мы на межведомственных комиссиях, на всех совещаниях, какие круглые столы проводим, говорят, надо охранять каждое дерево. Мы понимаем, что в городе нечем дышать. К настоящему моменту торги приостановлены, но это еще не гарантия сохранности зоны. Активисты организовали сбор подписей под обращением на имя временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области и главы администрации города Рязани с требованием отмены продажи 17 гектаров зеленой зоны микрорайона Соколовка Агропром и перевода участка из зоны промышленных предприятий в зону лесопарков и городских лесов, а также об устройстве в этом месте лесопарка. Возможно, что не будет средства сделать здесь полноценный какой-то парк, допускаю. Но хотя бы оставить его защитным лесом – это прям святая обязанность наших властей. И мы очень надеемся, что это не предвыборные обещания, которые, к сожалению, иногда не выполняются, а реально власть поддержит эту инициативу, и мы сохраним этот зеленый лес, очень ценный для нашего города. Рязанская область – лидер по младенческой смертности в России. Результаты такого антирейтинга прозвучали на правительстве на этой неделе. Но вначале говорили о наболевшем – оздоровлении ОРТ и реконструкции Северной окружной. Никакого закрытия депо номер два в управлении рязанского троллейбуса нет и не будет. Этим заявлением на правительстве Павел Малков окончательно развеял, как он сказал, непонятные слухи. Компания действительно нуждается в оздоровлении, но точно не за счет сокращения рабочих площадей. Это подтвердил и новый зампред регионального правительства Артем Бранов. От коллег пытаюсь добиться уже третью неделю нормального плана по финансовому оздоровлению предприятия, но мы, к сожалению, до сих пор до конца этот план не готовы. Ну, плюс ко всему, тоже коллеги Елены Борисовны, которые отвечают за транспорт, а также вообще предоставляют недостоверную информацию, кстати, в части закрытия того же депо. Никакое депо никто закрывать не собирается, и депо будет работать, будет функционировать обязательно, потому что оно встроено в систему общественного транспорта, и без него троллейбусы нормально функционировать не смогут в прибыль, а это перенесет только дополнительные убытки. На том, что ему в последнее время предоставляют недостоверную информацию, Павел Малков сделал особый акцент. Как, например, в истории с ремонтом Северной окружной. О каком, дескать, опережении графика реконструкции может идти речь, если о рабочих на объекте днем с огнем не сыскать, а уж тем более вечером. Съезды на ремонтируемые участки обозначены плохо, особенно по ночам их плохо видно. Реальность с докладами не совпадает. У меня, например, есть видео, как в субботу полностью работа закончилась 17.00. Все встали и ушли. 17.00. Рабочий день завершен. Мы договаривались, мне кажется, о другом. Впрочем, велотекущий ремонт Северной окружной в информационном поле региона. Это оказалось еще полбеды. В Рязанской области резко вырос показатель младенческой смертности. И тут уже впору бить в набат. Показатели за первые полгодия просто запредельные. 9,6 промилля. В два с лишним раза больше, чем в России. Я не знаю, как это назвать. Работа Минздрава здесь неудовлетворительная. И работа эта измеряется в человеческих жизнях. В связи с этим много вопросов вызывает и в целом организация всех процессов в этой части. И работа перинатального центра, и работа областной детской больницы. Прямо на правительстве в Рио губернатора поручил провести комплексные проверки в родильных учреждениях. Итоги совещаний и отписки большего внимания не принимаются. Приоритеты развития муниципалитетов определяет общественность. А наше дело помочь в создании объектов. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков заявил в селе Захарова на встрече с местными активистами. Район фактически аграрный. И вовсе не удивительно, что знакомство с ним руководитель региона начал с профильной стройплощадки. Захаровский район – настоящая обитель агропрома. Под нужды сельского хозяйства здесь отданы практически все земли. Понятно, что дополнительные склады и элеваторы необходимы жизненно. Вот это место под компактное зернохранилище местные аграрии получили только в мае. И сегодня здесь вовсю кипит работа. Деньги вложены немалые, полмиллиарда. Зато от иностранных производителей здесь фактически ничего не зависит. А значит, стоит ожидать скорейшего возведения. 90% оборудования на данном комплексе – это отечественного производства. Данный комплекс будет полностью автоматизирован. Будет все работать, как положено, с компьютерного управления. Управление будет производить оператор данного комплекса. Комплекс может работать в две смены, то есть практически без выключений. Заявленный объем комплекса – 30 тонн. Это дополнительно 15 рабочих мест. Об этом воодушевленно говорят подрядчики Павлу Малкову. Вот так элеватор будет выглядеть в идеале. Шесть больших ангаров или, как их еще здесь называют, стаканов. Впрочем, как заверили Павла Малкова строители, территорию комплекса с запасом, место для расширения, если что, всегда найдут. Это нам позволит, ну, грубо говоря, все то зерно, которое мы в сутки намолачиваем, комбайн, мы намолачиваем где-то в пределах двух тысяч, двух с половиной тысяч тонн в сутки, значит, перерабатывать и закладывать на хранение. Есть возможность расширения. То есть еще три банки поставить здесь и еще три банки поставить здесь. Тогда сколько будет? Двести, до 60 тысяч тонн хранения. Приоритеты развития своего района определяете только вы, а власть старается вам помочь. Об этом говорил Павел Малков на встрече с захаровскими активистами. Построить сразу все, как бы ни хотелось, не получится, но для основных объектов региональный бюджет вполне доступен. Как, например, для строительства ФОКа – физкультурно-оздоровительного комплекса. Я уже разговаривал с Министерством финансов Российской Федерации, как раз к нам приезжала большая делегация две недели назад. Мы этот вопрос обозначили, потому что действительно такие обязательства были, обещали, они были, и их надо исполнить. Я сделаю все для того, чтобы этот проект реализовать, и он в приоритете. А еще же есть детский сад номер один с уже фактически полувековой историей. Сегодня он подошел к рубежу, когда ремонтировать выйдет дороже, чем строить новый. Закрыть мы его, конечно же, не можем, потому что где-то надо сейчас детей принимать. Там уже проведен же определенный ремонт кровли и полов, да. Но это так, чтобы просто вот какое-то время он еще просуществовал. Проблемы это, конечно, не решает. Радует, что есть проектно-сметная документация. Но тоже надо честно сразу сказать, пока он ни в какую программу финансирования не попал. В свои мысли о строительстве нового здания Павел Молков убедился после посещения детского сада ветерана. Помимо проектно-сметной документации, местные власти даже определили земельный участок под строительство. Почти в 9 квадратных километров. Вопрос пока не решен. В бюджете этого объекта нет. Но если люди говорят, что это приоритет, если администрация это подтверждает, значит вопрос должен быть решен. Будем решать. Социальная инфраструктура, водоснабжение и дороги – универсальная тройка тем для жителей всех районов без исключения. Причем ремонт дорог ее возглавляет. В Захаровском районе есть позитивный пример. Возведен подъездной участок от автотрассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань к складам и круглосуточной сушилке. Новости науки. Областная клиническая больница вышла на современный уровень применения новейших технологий. При проведении сложных операций хирургам теперь помогает робот. Мако, так его зовут негласно. В операциях участвует пока только в качестве полноценного ассистента. Врача он не заменяет, однако незаменим в своем мастерстве и компьютерной точности. Маленького робота своего имени пока нет. Как нет и должности. Неофициально помощник хирурга. Также неофициально называют его по марке – Мако-Страйкер. Этот, с позволения сказать малыш, появился в ОКБ совсем недавно. Стоит десятки миллионов рублей. Он только помогает хирургам-ортопедам. Операцию уже по замене коленного и тазобедренного суставов делает человек. Предварительно пациенты проходят исследование рентгологическое, потом исследование на КТ. Данные эти загружаются в суперкомпьютер. Происходит предварительная обработка всех полученных параметров. С учетом особенностей пациента, его возрастных данных, состояния и структуру кости, предварительно рассчитывается операционный план, потом происходит его обсуждение с коллегами. И уже с учетом вот этого робота происходит имплантация эндопротеза. На счету у Мако-Страйкера четыре успешных операции. Это пятая. Еще три на днях. Помощь Мако неоценима, говорят хирурги. Робот делает надрезы с максимальной точностью. Это позволяет хирургам удалять только поврежденную часть костной ткани. Плюс пораженный участок тщательно обследуют в цветном изображении в формате 3D. Да и рассчитывает машина такую траекторию установки протеза, что погрешность, если она будет, не превысит одного градуса. Риск послеоперационных осложнений фактически сведен к нулю. Для того, чтобы свести вот эти нюансы все к минимуму, для того, чтобы рассчитать идеальную позицию сустава, как он должен стоять, для этого и применяется эта технология. Не сказать, что робот полностью заменяет мышление хирурга. У операционного стола все-таки врачи с многолетним стажем работы. Так что это скорее партнерство. Пока Мако в стадии апробации. И, говорят врачи, это явно не последний сюрприз от новейших технологий. Это сотрудничество, во-первых, не первый год продолжается. И, конечно, будем продолжать эту работу. И надеемся, что потом каким-то проектом, может быть федеральным, может быть областным, это оборудование появится уже в нашем регионе на постоянной основе. Важная деталь. Для пациентов операции с участием робота бесплатные, говорят сотрудники больницы. Ведь цель у врачей одна – поставить человека на ноги и снова вдохнуть радость жизни. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязань – жемчужина деревянного зодчества. Хотя многие драгоценные объекты уже утрачены. Тем важнее сохранить оставшиеся. Чем и занимаются региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и реставрационная мастерская Сергея Косарева. Мебель возрастом сто, а то и больше лет, особенно деревянная, частенько становится не просто предметом, но эдаким концептуальным объектом в жилищах тех, кто стал счастливым обладателем подобного сторожила. Вдохнуть новую жизнь и продлить ее комоду или буфету, шкафу или сундуку, который пережил не одно поколение под силу лишь профессионалу, знакомому с поведением капризного материала дерева, с особенностями его старения и с тем, как возобновить, но одновременно сохранить. В этом и есть основное искусство и сложность ремесла реставратора. Научиться реставрации довольно сложно. Одно дело, навыки какие-то первичные, чтобы дома что-то делать, винтажные всякие изделия. А другое дело, когда серьезные научные реставрации, музейные, да и допуски нужны. В реставрации есть два таких основных, можно сказать, направления. Первое, это надо сделать мебель такой, которая была изначально, как ее мастер сделал. Второе, надо сделать мебель так, как она дошла до нашего времени. То есть два направления, они абсолютно диаметрально противоположны. Их надо совместить на грани этих, и реставраторы работают. Этот гарнитур из красного дерева приехал на реставрацию Санкт-Петербурга. Он датируется концом XIX века, скорее всего, итальянского производства. Только посмотрите, какой он приобретает роскошный вид. Такую мебель в своем доме, пожалуй, рад был бы видеть каждый эстет. А еще и с историей, и пережившей роковые годы, и оставшейся в целости. В отличие от наличников Тимофеевской церкви из Ижевского. В прошлом сентябре наша телекомпания познакомилась с Никитой Гириным, который занимается устройством лапидария на кладбище в Ижевском и расчищает фундамент кладбищенской церкви. Во время раскопок он обнаружил то, что осталось от экстерьера храма – символа освобождения ижевских крестьян от крепостного права. Среди них были и остатки наличников. Теперь их восстанавливает Сергей Валентинович, чтобы однажды они заняли свое прежнее место и стали частью выставки в Ижевском. Восстановление предметов в экстерьерах, коим и относятся наличники, двери, занимаются очень немногие реставраторы. Это довольно сложно. Внешние элементы подвергаются воздействию стихий. Мало кто за это берется. А вот в мастерской в Рязани целый проект, посвященный наличникам. Работают совместно с региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Недавно выиграли президентский грант. Восстанавливают сохранившиеся наличники и делают копии. Вот это копия с улицы Вознесенского. Правда, здесь у нас еще чистые исторические элементы, которые мы в архивах нашли, которые нет сейчас. Но Вознесенского у нас они здесь. Заодно Сергей Валентинович секреты своего мастерства передает всем желающим. Абсолютно бесплатно принимают в студию учеников. Среди них есть совсем юные. Например, 14-летний Сергей. Мне очень нравились всегда наличники. Различные вот они тут стоят. И мне хотелось когда-нибудь тоже принять участие в их или восстановлении, или создании. И поэтому я, в общем, ну, решил, мы нашли такую возможность, чтобы, ну, реставрировать их. Ну, и поэтому вот я теперь сюда пришел. Нравится смотреть, какую работу проделаешь. Вот как я тут очищала различные детали, а потом их в шкаф собрали. И было интересно это увидеть, как он выглядит. А есть уже опытные мастера. Столлер не одно десятилетие Сергей Куликов теперь познает нюансы реставраторского искусства. Реставратором-то я недавно. Хотя до этого, ну, восстановлено, конечно, приходилось довольно много. Потому что с деревом уже больше 20 лет уже занимаюсь. Вот так ежедневно и творится волшебство в старинном домике на улице Салтыково-Щедрина. Хотя для реставрационной мастерской он и становится уже тесноват. Сергей Валентинович и его ученики пока мечтают о большом помещении. Но неустанно трудятся над сохранением истории. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сергей Валентинович подробнее рассказывает о тонкостях ремесла и интересных проектах в программе «Городские встречи». Смотрите ее после выпуска новостей. А я расскажу вам о погоде на выходные. Погода уже давно никого не удивляет своей непредсказуемостью. Нынешнее лето не стало исключением. Так, июнь 2022 почти на всей территории Русской равнины был очень нестабильным. Жара сменялась периодами похолодания, засуха, залповыми лимнями. Июль выдался еще более непредсказуемым. Центр Русской равнины накрыло аномальным зноем, а юг залило тропическими дождями. Под удар стихии попал в частности Краснодарский край. Но уходя июль сбавил обороты. В нашем регионе точно. Июль в нашем регионе закончится сухой, солнечной и умеренно теплой погодой. С ночной температурой воздуха 10-15 градусов, 21-26, со знаком плюс дневные часы, что чуть ниже климатической нормы. Высокий температурный фон почти весь август 2022 будет держаться в нашем регионе. Аномальной жары, однако, не предвидится. В начале августа сохранится комфортная летняя погода. Существенных осадков не ожидается. Температурный фон будет соответствовать средним многолетним значениям, когда среднесуточная температура 19 градусов. Преобладающая температура воздуха по ночам также 10-15 градусов, днем немного теплее, плюс 23, плюс 28. Согласно прогнозам специалистов, конец августа 2022 в регионе ожидается умеренно теплым, но очень дождливым, а также богатым на опасные природные явления, в частности, высока вероятность ураганов с градом и грозами. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин